Радио Свобода 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 Нет, просто это не могло бы им прийти в голову. Следующее письмо. Чтобы иметь дело с Россией, бороться с ее режимом, уезжать или приспосабливаться, нужно понять, что это такое. Ведь правда, многим этот зверь напоминает СССР, только меньше и плюгавее. Да, конечно, напоминает. Но господа Медведев, Путин, их братья по классу не спешат реставрировать социализм, когда пенсии были не в размере квартирной платы за однокомнатную хрущевку и по телевизору по хабель не шла. Ленин для них классовый враг, из сталинизма берут только его великодержавную часть. Таким образом, режим и примыкающая к нему часть общества, они никакие не советские, они вовсе не стремятся в коммунизм и не собираются отменять приватизацию. Это авторитаризм и великодержавие совершенно другой природы. Но какой? Напомню вам поджога Рейхстага, продолжает автор, после чего пропагандистская истерия устанавливает террористическую диктатуру самой оголтелой великодержавно-милитаристской шовинистической части Воротил в союзе с Люмпенами. Наш Рейхстаг, в кавычках, поджигают то чеченские боевики, то солдаты Саакашвили. У здравомыслящей публики масса вопросов, но пропаганда обращается не к ней. Адресат путинской пропаганды – те, кому нравится мочить в сортире. Именно поэтому она такая примитивная, что многих удивляет. А удивляться нечего, она рассчитана на одноклеточные, великодержавно настроенные слои населения. Остальные Путина просто не интересуют. Ясно, что их все равно не убедишь, но они и не нужны. Будут вынуждены примкнуть или не будут играть никакой роли. Концлагерей для них пока нет, существует оппозиционная пресса, но не все сразу. Вместе с тем, это не фашизм ряженых баркашовцев или скинхедов, а людей солидных. Ими хочется и колется. Не решились вернуть себе Грузию, пишет автор. Одну из причин назвали прямо нежелание там что-то организовывать. Гитлер бы сразу все организовал. У каждого фашизма свое лицо. Наш, сырьевой и коррупционно-криминальный, а не законопослушный немецкий. Фашизм новых русских. Новорусский фашизм. Вот мое определение того, что у нас, говорится в этом письме. И дальше самое важное место. Значение пятидневной войны на Кавказе в ее влиянии на массовое сознание. До сих пор фашизм утверждался у нас тихой сапой, методом приручения и выдавливания неугодных. Но когда-то количество должно было перейти в качество. Причем, как и положено, скачком. Что и произошло. В России одномоментно наступил фашизм. Письмо подписано так. Радиослушатель из России. Очевидец современной эпохи. Бытописатель страшных времен. Мне кажется, он мог бы добавить, что у самих кремлевцев нет ясного представления, куда они ведут страну и ведут ли. Что они хотят устроить и, стало быть, что они делают. Одномоментность, которую отмечает наш бытописатель, не дошла до самих вождей. Отцы новорусского фашизма, если уж так его называть, не знают, что именно они его отцы. То, что скачком вылупилось в результате пятидневной войны, для них такая же новость, как и для многих обычных людей. Увлечен, но планируют отдельные гадости. Бесшабашно их творят. Но конечной большой гадости, которая вберет в себя все мелкие, перед мысленным взором не держат. То ли не хватает воображения, то ли не решаются. Это их и погубит раньше, чем погубил бы, все равно погубил бы, законченный в своем роде, продуманный в подробностях, сознающий свою природу фашизм. Еще письмо о новорусском фашизме, очень похожее на предыдущее. В девяностые годы прямо говорилось, что фашистский режим грядет. Но он не грянул, а в пол с серой гадюкой. Конечно, сверху, а не снизу, как когда-то в Германии. Не так театрально, но с теми же повадками, терактами и великодержавной пропагандой, которая не говорит зоологической массе, что станков и оборудование Россия производит в 50 раз меньше, чем Германия, и в 80 раз меньше, чем Япония, хотя рабочих рук имеет в 2,5 раза больше. Русский фашизм очень хитрый и подлый. Его орудие не концлагеря, а криминал и отвратное телевидение. Русский фашизм – это страшная подлость и зоология на бытовом уровне. Жириновский не случайно выкрикивает «Подонки! Подонки! Кругом одни подонки!». Сам национальный лидер говорит о своих чиновниках. Дашим миллиард, украдут 500 миллионов. И он же стремится, чтобы они воровали не только в России, но и в Грузии, и на Украине, а то и в Париже и Вашингтоне. Русский фашизм – это те наши туристы, из-за которых в Европе появились туры без русских за дополнительную плату. Они не видят в своем поведении ничего плохого. Искренне недоумевают, почему другие так не живут. «Слушайтесь в речи их вождей. Мы тоже стали буржуа. Почему же вы нас не любите? И теперь мы хотим всего лишь иметь свою зону влияния. Этот фашизм не остановится в границах России, Анатолий Иванович. Не питайте иллюзий и не позволяйте этого вашим слушателям». Анатолий Иванович, следующее письмо. В последней передаче речь у вас шла о загибающейся русской деревне, о том, что закрываются сотни школ. Вы предположили, что будь даже вы президентом России, то, скорее всего, ничего не смогли бы тут поделать. Я в этом не уверен. «Согласитесь, что крупнейшего и наиболее продвинутого российского бизнесмена вы не стали бы заставлять вязать варежки под читой. Уж, наверное, нашли бы ему занятие более продуктивное. И беременную женщину в тюрьме держать не стали бы. Какое это все имеет отношение к разору деревни? А прямое, я думаю. Ведь любое дело можно вести с людьми только при наличии некоторого взаимного доверия, а еще лучше – уважения. Ведь что значит беременная за решеткой? Власти показывают, что общепринятые человеческие нормы для них необязательны. И все шестерки этот сигнал приняли. А ведь это, то есть человеческое, единственное, что у нас осталось после исчезновения религии. Теперь остаемся ни с чем», – пишет этот слушатель. «Я имел в виду, что умирание деревни повсюду в мире – дело природное, а остановить его никому не под силу. Человечество так расплодилось, что ему не прокормиться без города, без его науки машин. А делал бы я на месте Путина больше гадостей и ошибок или меньше – не знаю. Это зависело бы от того, сколько власти дал бы мне родной народ. Если бы столько, сколько отставному подполковнику КГБ, то я мог бы и превзойти его в беззаконии и лжи. Власть ведь развращает. Когда-то меня избрали довольно большим начальником. Советская власть, правда, не дала мне спасибо ей вступить в должность. Перед самым голосованием я сказал своим избирателям, что не знаю, какой я человек – хороший или плохой. Потому что мне еще ни разу в жизни не пришлось проверить себя руководящим постом. Так что, если вы меня изберете, то я и вы вместе со мною, мы вместе сможем узнать, наконец, какой я человек – хороший или так себе. Это была, конечно, рисовка, но не на все 100%. Письмо из Москвы. У меня высшее электротехническое образование. Позвонил по телефону 781-8159. По моему статусу предложили работу электромонтера – показатель развитости России. Инженеру предлагают только монтерство. Исходя из своего многолетнего опыта, я спросил, чтобы зря не ехать. Я гражданин России узбекского происхождения. Таких берете? Ответ был дан незамедлительно. Нет. Вывод. Иван абсолютно не конкурентоспособен или по-другому абсолютно бестолковый. Поэтому он, как огня, боится конкуренции даже с узбеками. Не Запад разваливает Россию, а эти механизмы, говорящие мне «нет», сокрушительно разваливают Россию. Да, эти механизмы – плод самогоном высушенных мозгов поколений Ивана. Гафур Суни. Мне кажется, вы ошибаетесь, Гафур. Вас не взяли не потому, что побоялись конкурента, а потому, что вы узбек. Во всяком случае, это вытекает из вашего письма. Вы столкнулись с расизмом чистой воды, Будин проклят. В ответ вы, к сожалению, задеваете национальные чувства русских. Иван абсолютно не конкурентоспособен или по-другому абсолютно бестолковый. Эти механизмы – плод самогоном высушенных мозгов поколения Ивана. Так писать нельзя. Так думать нельзя. И что самое трудное в вашем положении – так чувствовать нельзя. Вас обижают конкретные лица, а вы свой гнев переносите на русскую нацию. Современное демократическое сознание не признает коллективной ответственности. За дурные поступки человека отвечает он и только он, а не его раса, нация, род, семья, страна, село или город. Я уж не говорю о том, что ваше мнение об Иване просто не соответствует действительности. На земле нет абсолютно бестолковых народов. Даже самые отсталые из них имеют достоинства и достижения, за которые их нельзя не уважать. В Узбекистане многие русские испытали на себе недоброжелательство узбеков. Некоторые из этих русских пишут мне. Они дурно отзываются об узбекском народе. Я им отвечаю, что их обидел не узбекский народ, а конкретные лица. И ответственность должна быть возложена на эти лица и только на них. Точно так же и отдельный человек не отвечает за гадости его соплеменников или соотечественников. В добре, в беде и славе, да, один за всех и все за одного. Но в зле, в позоре нет. Пятно с одного не должно переноситься на всех. И при грешении всех не должно быть в укор одному. Легче тому, кто знает, почему произошло такое выделение личности из толпы. Созрело понимание, что в противном случае народы изведут друг друга под корень. Если же не изведут, то расплодятся, и надо будет им как-то кормиться. Значит, нужны новые способы добывания пищи, обустройства. Для этого требуются отборные мозги, таланты, изобретатели, творцы, то есть свободные личности. Только общество свободных людей может справиться с трудностями жизни и при этом не скукожиться, а умножиться. Человечество шло к этому долго и тяжело, и не совсем еще дошло. Священные книги всех народов, предания, заветы предков, сами языки висят гирями на ногах. Из всего, что делает российская пропаганда, самое плохое то, что она возбуждает в людях недоброжелательство к другим народам, странам и целым континентам. Хорошее, человечное, благородное приживается с большим трудом, а слететь может в мгновение ока, и тогда обнажается первобытное, зверское, казалось, уже забытые страхи, предрассудки. Тут есть, конечно, и шкурный расчет. Перевести стрелки, натравить народ на заграницу, чтобы не оборотился на тебя, не спросил, а чем ты, собственно, занят и сколько накрал. Но народ и сам всегда готов грешить больше на чужих, чем на своих. Следующее письмо. Несколько раз собирался вам написать, да, думаю, надоели вам все эти философские, часто нелепые рассуждения. Вот как в нашем рабочем коллективе. С чего бы ни начали, обязательно дойдем до Медведева Путина, то есть упремся в тупик. Все больше раздражает меня тупость человеческая. Выводы делаются на основе того, что показывает телевидение. Я спрашиваю, доверяют ли они российской власти? Не обманывала ли она их? Нет, отвечают, недоверяем. Обманывала и обманывает. Так почему же вы верите телевидению, принадлежащему этой власти? Ответ обычно такой. А кому же верить? Спрашиваю у человека. Что американцы вам лично сделали плохого? На какой машине вы ездите? Это Форд либо Шевроле? А компьютер у вас не IBM ли случайно? А процессор в нем не Intel ли? А система не Microsoft ли? А мобильник ваш не Motorola случайно? Не любите Америку, так купили бы все российское. Японцев тоже не любят, продолжает автор. Говорю, так выбросьте телевизор Sony, разбейте Toyota и купите Волгу. Говоря так, навлекаю на себя гнев. Не любят вообще-то практически всех. Когда-нибудь наведется порядок в мозгах? Меня некоторые упрекают в антипатриотизме. Я говорю, а разве патриотизм в том, чтобы ненавидеть других? И получаю ответ, а в чем же? В конце, Анатолий Иванович, самое интересное. Зашел я тут к начальнику, а он мне говорит, мы тебя за границу больше не отпустим, что-то ты туда зачастил, каждый отпуск там проводишь, тебя, наверное, завербовали. Я посмеялся над шуткой, а потом подумал, что ведь это показатель настроя. Тем более, что движемся, то мы вперед в прошлое. Николай из Тихвина. Тяжело мне, Анатолий Иванович, быть белой вороной в коллективе. Не в коллективе, Николай, а в толпе. Скажу вам, если это может вас немного успокоить. Вы имеете дело с толпой. Толпой может быть и один человек. Это тот, кто сам, не зная за что, ругает Америку, без которой до сих пор не вылез бы из пещеры. Кто замечательно отвечает вам, а кому же еще верить, когда вы спрашиваете его, почему он верит той самой власти, которую сам же поносит за то, что она брешет ему на каждом шагу. Толпа первонаперво, как известно, не имеет памяти. Она не помнит ни того, что проживала когда-то в пещере, ни того, как ездила за куском колбасы из Мурманска в Москву. Не помнит решительно ничего. Для толпы также не существует логики. Это сама беспечность. Она об одном и том же говорит белая и тут же черная. С толпой нельзя разговаривать серьезно. Ее можно увлекать, задабривать, запугивать, воодушевлять, веселить, обманывать, вертеть ею так и этак, использовать в своих интересах. С нею можно делать что угодно, кроме двух-трех вещей. А именно, ее нельзя, потому что бесполезно просвещать, ее нельзя уличать и стыдить, тоже потому что бесполезно. У нее нет ни разума, ни стыда, ни совести. Мудрецы это знали всегда. А научно толпу стали исследовать сравнительно недавно. И выводы пока неутешительны. С этим животным надо жить. Вот прямой ответ на ваш вопрос, Николай. Установится ли когда-нибудь порядок в мозгах ваших сослуживцев? В голове толпы беспорядок будет всегда. Само собой разумеется, что иногда толпой бывает даже человек, знающий, что она собой представляет. Вот, собственно, и ответ на вопрос, как жить в толпе. Стараться убить толпу в себе. Только в себе ее и можно убить. Вот нам и правило поведения. Находи толпу в себе и жги каленым железом. Видите, на какую проповедь вы меня подвигли, Николай из Тихвина. Напишите, успокоил ли я вас хоть немного. Вас удивляет, что ваши сослуживцы, ненавидя Америку, спокойно пользуются ее достижениями. Об этом говорится в следующем письме. Самые глупые из патриотов иногда упрекают наше правительство в том, что оно держит наши деньги в США и на Западе, у геополитических врагов России. Действительно, это выглядит как парадокс. Поднимающаяся с колен страна держит накопление в ненавистных нашей массовке Соединенных Штатах, которые, по уверениям кремлевских геббельсов, вот-вот рухнут. Но здесь не беспринципность, а трезвый и циничный расчет. На стаб-фонде держится правящий режим России. Даже производитель отечественной продукции, есть у нас и такие, хотя их мало, живет на платежеспособном спросе от нефтедоллара или газа-евро. Без стаб-фонда нам кирдык, а именно в США его, как ни странно, не разворуют. Украден он будет только при возвращении на родину. Вот почему его будут держать за океаном до последнего. Таким образом, сами того не желая, а американцы своей деловой порядочностью поддерживают на плаву грязный и опасный режим России. По-моему, письмо чуть-чуть наивное, или автор просто хочет, чтобы его понял каждый школьник. Но российская власть действительно исходит из того, что знает в глубине души каждый россиянин, как бы он не враждовал с Западом дома на диване. Враг-то он враг, этот проклятый Запад, а свинства там меньше, намного меньше. Пишет профессор, специалист по ракетным боеприпасам, называет себя и город, где живет. А я все-таки опущу это место в его письме. По его словам, развитие событий в России и вокруг нее идет точно по прогнозу, который он сделал два года назад и опубликовал в самиздате. В России возрождается это слово. Читаю. В России есть Татарстан, Башкортостан, Удмуртостан, Чувашастан, Якутастан. Хватит ли бюджета у Кремля их ублажать? Воюем оружием советского производства. Если что и делаем действительно нового в вооружении, то еле-еле выполняем заказы Индии и Китая. Не дай бог с ними поссориться. Визит двух Ту-160 в Венесуэлу – показ остатков советской стратегической авиации. Поход эскадры во главе с атомным крейсером Петр Великий – тихий позор, пишет автор. Особенно забавляют меня, зрителя, две букашки на нем. То взлетят, то сядут. Доиграются, появится американский атомный авианосец с почти сотней палубных перехватчиков и штурмовиков. Будет с чем сравнить. Нынешний кремлевский мечтатель грозится перевооружить армию и флот страны. Присутствует на запуске тополя, изготовленного двадцать лет назад. Опять же, слава советскому оружию. А вот новая атомная субмарина стратегического назначения Юрий Долгорукий еще долго будет ждать межконтинентальную булаву, создаваемую в стране Абрамовичей, Потаниных, Дерипасок, научно-инженерными рабами военно-промышленного комплекса. Рабами, ибо зарплата молодых инженеров в три раза меньше, чем минимальная в США. Ракетно-ядерный щит продолжает увядать с нарастающей скоростью, говорится в этом письме. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Редактор субтитров А.Семкин